Одесский журналист Юрий Ткачев на своей странице в социальной сети критикует антипрививочную пропаганду, играющую со статистикой. «Я продолжу развенчивать антипрививочную пропаганду. И даже не ради того, чтобы все срочно бежали прививаться. Просто на примере этой пропаганды я вижу крайне неприятный общественный синдром, когда в обществе довольно легко поднимается волна истерии против совершенно правильных вещей. Что, если завтра они поднимут компанию о том, что бухать за рулем хорошо, а вот вытирать задницу вредно и плохо?» Одним из любимых аргументов антипрививочников являются игры со статистикой. Типа, вот посмотрите, а вот в июле в Норвегии привитых было больше, чем в Монголии, а болели и умирали чаще. Следует понимать, статистика, да и вообще математика, дает нам правильный ответ, только если мы задаем ей правильный вопрос. То есть база для сравнения должна быть адекватной. Почему, собственно, нам вообще предлагают сравнить эти две страны, а не какие-то другие? Да потому, что именно в этой паре стран мы получали нужные сравнивающему выводы. Почему так вышло? Факторов может быть множество, величина и плотность населения, например, его средний возраст и так далее. Но важнее всего стадия развития эпидемии в данной конкретной стране. То есть, очевидно, что страна, где предыдущая волна уже схлынула, а следующая еще не дошла, будет благополучнее той, которая прямо сейчас переживает эпидемиологический пик. Оптимально сравнивать страны, где все уже произошло, пик наметился, миновал, и ситуация уже вернулась к фоновому уровню. В обеих подчеркну странах. Вот тут человек, к примеру, сравнивает Мальту с Украиной. Почему Мальту? Почему с Украиной? А потому, что так надо. Ну и приходит к выводу, к которому надо. На вакцинированной Мальте, в пересчете на душу населения, заболеваемость и смертность выше. Зрада? Зрада. Но теперь посмотрим на кривую заболеваемости. На Мальте пик был и прошел. В Украине до пика еще далеко. И вот, да, человек сравнил картинку в пике очередной волны с картинкой у основания этой волны и пришел к каким-то выводам. Но прошло две недели, и упрямая логика развития эпидемий выбросила эти выводы в помойку. В Украине, повторюсь, далекой до пика заболеваемость и смертность уже превысили пиковые показатели Мальты в несколько раз. Или другой пример, сравнение по смертности. Очевидно, что в стране, где меньше болеют, а это как мы видели выше, может быть по разным причинам, и умирать будут, вообще говоря, меньше. Так что сравнивать надо смертность в странах со схожим уровнем заболеваемости и на основании этого уже делать или не делать какие-то выводы. Или вот, мое любимое, в такой-то стране большая часть заболевших были привиты. 1111.1. Ну да, конечно. Если в этой стране привиты, грубо говоря, 95% населения, то очевидно, что привитые будут составлять большинство в любой выборке. Хоть тех, кто болеет ковидом, хоть тех, кто держит кошек, хоть, простите, представителей сексуальных меньшинств. А что чем не аргумент? В Блебляндии среди гомосексуалистов 80% оказались привиты. Прививка вызывает склонность к гомосексуализму. Бред? Бред! Но антипрививочники почуют вас тем же. В общем, как и в других случаях антинаучных истерий, единственным способом противостоять им является строгая, грамотная и вдумчивая работа с фактами и входящими данными. И это касается не только коронавируса. Это, в принципе, единственный способ сохранить голову на плечах в наше непростое время.